Всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы рассмотрим два интересных приложения, которые стоит обновить на своем Xiaomi. Эти версии вышли относительно недавно и они действительно улучшат его Xiaomi. Поэтому присаживайся поудобнее и мы с вами начинаем. Речь у нас пойдет конечно же о двух основных стоковых приложениях, которые присутствуют практически на всех смартфонах компании Xiaomi. Ну конечно же у нас вся эта история не подойдет для смартфонов Poco. А именно, как вы понимаете, я говорю о новой версии системной оболочки или же рабочего стола. Как заверяется, это уже третья бета-версия из HyperOS 2.0, которая стала доступна, в которой улучшается оптимизация, быстродействие, отзывчивость системы, да и в целом вы будете чувствовать, что ваше устройство работает лучше. Многие пользователи в нашем телеграм-канале отметили, что действительно анимация отзывчивой стала лучше по сравнению с первыми бета-версиями. И да, кстати, в нашем телеграм-канале мы всегда первоочередно публикуем все самые свежие актуальные приложения, потому рекомендую на него подписаться. И там же, соответственно, вы сможете найти актуальную версию системной оболочки. Получается, что в новой версии улучшают? Как я уже сказал, отзывчивость и быстродействие. Действительно, мне данная история нравится тем, что разработчики позволяют нам понять, насколько вот действительно они могут улучшить всю систему, как они могут улучшить стоковые приложения, и как вы можете заметить, что ну ни единого лага не наблюдается. Анимация становится очень плавной, даже если мы открываем большую папку, все так же анимация у нас очень мягко проявляется. Да и аппарат в целом работает куда лучше, чем это было. Да, в зависимости от смартфона вы можете не получить, к примеру, анимации выхода из приложения, но на этом устройстве анимации есть. И так же вы можете в некоторых случаях не получить новые анимации открытия папок. Это стандартная история у компании Xiaomi, потому как они нас выдуждают покупать все дороже и дороже устройства, где в целом и общем есть и анимации, и там всякие дополнительные возможности, ну и тому подобное. Еще хочу вам напомнить, если вы не смотрели видеоролик по как раз новому рабочему столу, что тут из нового добавляется. Во-первых, я вам хочу напомнить, что у нас все так же есть жест вниз по рабочему столу, с помощью которого вы можете, к примеру, открыть поиск приложений. И это будет выглядеть следующим образом. И да, но немножечко обновляется, нежели это было ранее. В принципе, в общем, да, тема весьма неплохая, но я думаю, что ее еще разработчики будут дорабатывать. Еще так же, если вас интересует вопрос по поводу сетки рабочего стола, все так же гибкая кастомизация присутствует. Либо стандартные значки, либо это будет определенная плотность. Также многие отмечали в комментариях после обзора первой версии, что иконки становятся маленькими после установки этой версии. Да, это действительно так. И вы сможете с помощью изменения ярлычков на рабочем столе эту как бы проблему немножечко подисправить. И еще из дополнительного, что также хотел бы отметить, что пока что не добавлено третьего типа расположения объектов в недавних. Возможно, разработчики в будущей, там, четвертой, пятой версии это все внедрят, а возможно, это уже непосредственно перед самим релизом HyperOS 2.0 произойдет. Но в любом случае, я вам лично от себя рекомендую установить данную версию. И также вам сейчас еще хочу продемонстрировать, что действительно у меня стоит актуальная версия, а не какая-то там еще там самая первая. Вот мы заходим во все настройки. Далее мы с вами пишем системная оболочка. И после чего наблюдаем версию 4.39.36.87.35 от 2 сентября. Версия самая-самая свежая. И я рекомендую ее вам установить. И еще, конечно же, второе приложение, о котором стоит упомянуть, это приложение безопасность. Его что-то не очень часто обновляют, но если все же выпускают какие-то новые заплатки, их я рекомендую устанавливать. Потому что в них как бы-то улучшены механизмы автономности, как бы улучшены алгоритмы для работы в целом с батареей, и в некоторых случаях добавляются новые фишки. И вот так же вам демонстрирую, что версия 9.2.3 от 27 июля. Если вас интересует в целом данная версия, и в частности раздел питания, то вот, к примеру, на тестируемом устройстве в параметрах зарядки ничего нового не добавилось. Опять же, возможно, это какие-то программные ограничения. И в будущем добавят еще и пониженную скорость зарядки. Но пока что мы тут только можем наблюдать максимальную скорость зарядки. По лимитам тут ничего у нас сверхнового не добавилось. По защите батареи все так же есть два типа зарядки. Обычная, оптимизированная. А на некоторых еще там аппаратах можно встречать еще и дополнительный раздел, который будет ограничивать зарядку до 80%. Как я уже в прошлых видеороликах упоминал, что лично я ожидаю появления в защите батареи именно статуса батареи. Ну или же ее состояние. То есть там хорошо, плохо, очень хорошо, но и тому подобное. То есть как бы то есть определенная надежда, что в глобальной прошивке это добавят. Но, как говорится, поживем и увидим. И в еще одном разделе дополнительной функции, увы и ах, на тестируемом аппарате ничего нового не добавилось. В любом случае сейчас наблюдается определенное затишье. Обновления, которые повыходили, они, ну скажем так, как заплатки, ничего в них сверх такого нет. По обновлениям стоковых приложений все так же у нас определенное затишье. Вот только лишь системную оболочку пульнули из такого самого хайпового. Ну и приложение безопасность. В любом случае от себя я рекомендую вам поставить эти приложения, потому что они реально улучшат ваше устройство. А что касается системной оболочки, то действительно вы почувствуете, насколько ваш аппарат может работать на все 100%. Если вы поставили системную оболочку, отпишите в комментариях, что у вас по результату и вообще как ваше устройство поменялось в плане работоспособности. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!